Сергей пришел служить в МЧС всего полтора года назад, но даже за такой небольшой срок успел разного повидать, в том числе и на дороге, по пути к точке вызова. Большинство водителей, слыша сирену, стремятся уступить полосу спецтранспорту, но не все. В этом рейде место рядом с Сергеем занял сотрудник ДПС. Если кто-то не уступает дорогу пожарному автомобилю, об этом тут же узнает патрульный экипаж, который движется следом. Когда поступает экстренный вызов, счет идет на секунды, а потому преимущество на дороге автомобилей спецслужб с включенной мигалкой закреплено законом. Тем, кто игнорирует правила, грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав до года. Однако, как показывает практика, даже это останавливает не всех. Чтобы наглядно доказать неправоту нарушителя, сотрудник ДПС фиксирует все на видео. Пропускает? Есть возможность? Ну и я же тоже, видите, уже заехала. Ну я уже перестраиваюсь, вы же видите. Ну да, ну да, поехали дальше. Вы поехали дальше, по крайней левой полосе. Вам нужно было остановиться? Хорошо, ладно. Оправдания у тех, кто не уступил, зачастую одинаковые. Как обычно это все, я спешил, я не заметил. А насколько действительно можно не заметить? Бывают ли такие ситуации? Бывают, но крайне редко. Крайне редко. То есть, отчетливо слышно, автомобиль большой, все видно. То есть, наверное, люди не думают, что когда-то, не дай бог, помощь будет нужна им, либо их близким людям. Попытаться уступить дорогу есть всегда возможность. Так или иначе, статистика говорит, что сознательность водителей в Белгородской области медленно, но верно растет. За 10 месяцев прошлого года был составлен всего 261 акт по факту непредоставления преимущества техники спецслужб с включенными проблесковыми маячками. В этом году за тот же период число еще меньше – 233. Нужно помнить, что если пожарный автомобиль едет с проблесковыми маячками и с сиреной, значит, кому-то нужна сейчас помощь. И дорога каждая минута. Глеб Дудкин, Евгений Кравцовский. Такой день на Мире Белогорья.